Дневники Универсиады Сегодня же речь пойдет о состязаниях по лыжным гонкам и биатлону на лыжно-биатлонном комплексе Алатау. В течение четырех дней на территории лыжно-биатлонного комплекса Алатау проходили состязания за Кубок Республики Казахстан по лыжным гонкам и Чемпионат Республики по биатлону среди мужчин и женщин в возрасте от 16 и старше лет. В стартах приняли участие более 100 спортсменов из 10 регионов Казахстана. Организаторами соревнований выступили дирекция Универсиады 2017 и Национальная федерация лыжных гонок РК. Для спортсменов здесь получаются набжены тренажерные залы, комнаты отдыха, расположение, зоны сухой разминки, зоны подготовки лыж, зоны подготовки самих атлетов для сухой разминки. Стоит отметить, лыжный спорт один из самых древних и популярных видов спорта. Первые соревнования состоялись в 1767 году на территории современной Норвегии. Тогда в программу вошли биатлон, слалом, скоростной спуск и гонки. В нынешних турнирах на территории комплекса Алатау лыжники состязались в индивидуальной гонке, спринте, гонке-преследовании и смешанной эстафете. Выпавший снег и легкий морозец были как нельзя кстати. Дистанция в индивидуальной гонке у женщин составила 7,5 километров, у мужчин 10. В каждой категории стартовали более 10 спортсменов. Золотыми медалистами стали Елена Коломина и участник Олимпийских игр, чемпион Азиатских игр Евгений Величко. Ну очень хорошие эмоции, так что сегодня выиграл эту гонку. Завтра гонка-преследование, продолжение будет по кандикапу. Кто сколько проиграл, кто-то будет стартовать. Буду завтра стараться также прийти, остаться на дистанции. Меньше секунды не хватило серебряному призеру чемпионата мира 2012 года Сергею Малышеву до победы. Представитель команды Карагандинской области, опытный спортсмен. Он участник четырех юниорских чемпионатов мира. Бронзовый призер юношеских зимних Олимпийских игр 2012 года. Двукратный вице-чемпион Казахстана 2014 года. Поддержка болельщиков казахских, поддержка родных, близких всех. Я думаю, это дает, как говорится, дома и родные стены помогают. Поэтому я надеюсь, все будет хорошо и все побудет плюсом, что мы будем выступать здесь, дома, на той трассе, где мы подготавливаемся, где мы бегаем уже не первый год. Бронза досталась Ане Стоян и Денису Володко. Среди призеров не оказалось местных атлетов, хотя Алматинская школа лыжного спорта всегда считалась кузницей талантливых кадров. История этого спорта знает такие имена, как Галина Гудкова, Петр Дельвер, Леонид Орехов и Юрий Кабин. Эти люди прославляли нашу страну своими победами на всесоюзных и международных соревнованиях. Погода в этом году затянула со снегом, и поэтому, как видите, сегодня именно для данных соревнований погода не самая лучшая. Идет снег, трасса очень рыхлая, но организаторы данных соревнований делают все возможное, чтобы успешно, удачно провести эти соревнования. Данные соревнования являются непосредственным отбором на старты на универсиаде всемирной. И, естественно, спортсмены, занявшие первые призовые места, будут отобраны в команду на универсиаду. Несмотря на морозную и снежную погоду, а также удаленность комплекса Алатау от города, турнир собрал немало зрителей. Мы любим кататься на лыжах, конечно, и очень понравилось. Да, спортсмены показали высший класс, нам очень понравилось наблюдать за этим, особенно болеть за алматинскую команду. Во второй день соревнований в борьбу вступили биатлонисты, которые состязались в спринте. Среди мужчин 10 километров первым преодолел представитель Восточно-Казахстанской области, участник Олимпийских игр в Ванкувере Ян Савицкий. Второе и третье места заняли спортсмены Павлодарской области Антон Пантов и Максим Браун. Этот чемпионат Казахстана мы как не подходили в форме. Здесь мы выступаем еще на загруженности, чтобы к универсиаде уже выйти на пик формы. Поэтому здесь, возможно, даже далеко не лучшие наши результаты. Мы просто как бы отрабатываем подход, отрабатываем рубеж, отрабатываем, смотрим трассу. Мы и так ее хорошо знаем, но это как бы такие тестовые старты. И еще до универсиады у нас будет три этапа Кубка мира. Нам нужно выполнять лицензию на чемпионат мира, на Олимпиаду. Поэтому волноваться некогда, нужно работать. Мы готовились к этому, давно готовились к нам. Поэтому нужно работать. Я думаю, на универсиаде будет все хорошо. Среди юниоров лидерство перехватил участник из Акмолинской области Петр Ермоленко. За ним расположился Александр Травников из Алматинской области. Третье место досталось Владиславу Кирееву из Караганде. Награждение сегодня проводят заместитель председателя оргкомитета 28-й Всемирной зимней универсиады 2017 года в городе Алматы Ключков Алексей Михайлович и директор детско-юношеской спортивной школы Толгарского района Курахпаев Серегу Мирзакович. Это как тестовый у нас, последний тест перед универсиадой, именно на этой базе. Мы смотрим какие-то недочеты, какие-то варианты, где что-то поправить, переделать. Спортсмены, те, которые приехали из Кубков Мира, конечно, для них это тоже важный старт, но это как бы для подготовки. А некоторые спортсмены, которые будут забираться в сборную шестым, седьмым, восьмым номером, у них идет отбор, для них это очень серьезный старт. Среди женщин в дистанции семь с половиной километров победительницей оказалась спортсменка из Восточно-Казахстанской области Галина Вишневская. Серебряным призером стала Дарья Усанова из Павлодара. Бронза досталась Алине Райковой, представляющей Акмолинскую область. Нас готовят конкретно на старт это универсиады, чемпионат мира и азиады. Конечно, волнение, безусловно, есть. Мы хотим выступить как можно лучше, подвестись к этим стартам, потому что универсиада у нас дома, потому что это наши болельщики, это наши родные, это наши близкие. Ну и, конечно же, универсиада – это такой уровень всемирного универсиада. Хочется медалей, хочется высокого результата, как можно лучше пробежать именно на этом старте. Среди младших участниц первое место завоевала Арина Пантова из Павлодара. Елизавета Бельченко и Людмила Ахатова, представляющие Восточно-Казахстанскую область, заняли второе и третье места соответственно. Вообще биатлон – он молодой вид спорта. С 1958 года только появилась Международная федерация ЕБУ. Но за эти годы она так сильно развилась, что по зиме, по рейтингу просмотров телеканалов, сейчас она уже занимает первое место между прыжками с трамплина и биатлоном. И с каждым годом все даже больше набирает очки. Весь мир сможет биатлон. Это же как театр, непредсказуемо, кто из них будет. До последнего рубежа никто не знает. Придешь чемпионом, а уедешь в последнем. Соревнования по биатлону и лыжным гонкам, прошедшие на территории лыжно-биатлонного комплекса Алатау, стали отличной проверкой готовности и взаимодействия всех служб, включая транспорт, безопасность, техническую сторону, судейство и другие. А для самих спортсменов это последний рубеж перед универсиадой. Мы вышли на финишную прямую к участию 28-й зимней Всемирной универсиады в Алма-Ате. И основной состав нашей сборной команды Казахстана представляет наша академия. Тут нужно отметить, что основные медали будут представлены в лыжных гонках, где наши студенты представлены такими, как Малышев, Стоин, ну в общем и другие. Также нужно отметить вид спорта биатлон, на который ставятся тоже основные медали. Тут у нас практически основной состав будут студенты нашей академии, куда входят Пантов, Подкорытов, Усанова, ну и другие тоже наши спортсмены. Субтитры создавал DimaTorzok